Новости продолжают эфир. Канал Ахабар 24, в студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Президент Турции выразил соболезнования Касамжумарту Тукаева по случаю гибели людей в результате крупных пожаров в области Абая. В пресс-службе президента уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. В ходе беседы лидеры двух стран также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Глубокие соболезнования выразил и президент Узбекистана Касамжумар Тукаев и Шавкат Мерзиёев. Провели телефонный разговор. Лидер Узбекистана попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших. В посольстве нашей страны в Брюсселе и в постоянном представительстве Казахстана при ООН в Женеве приспустили государственный флаг. Люди несут к зданиям наших диппредставительств живые цветы в дань памяти о погибших. Открытые книги для соболезнований. Пожар в области Абая не спешит сдавать позиции. Хоть удалось уменьшить его площади местами, интенсивность огня очень высокая. Возможно, новые эвакуации передает наш собственный корреспондент с места событий Анелис Инбердин. Она сейчас с нами на прямой связи. Анелис, здравствуйте. Расскажите, какие новости к этому часу? Вера, погода сейчас решающий фактор. Если за ночь спасателям удается добить кромки пожаров, то днем огонь вспыхивает снова и виной всему ветер. Наиболее сильные очаги возгорания сейчас сохраняются в резервате Семьор Манэй, в его центре и на востоке. Но главное, при этом спасателям удается сохранить прежние границы пожара. То есть результаты космомониторинга подтвердили, что площадь остается 43 тысячи гектаров. Это на 17 тысяч меньше, чем днем ранее. Но есть угроза селу Успенское. Решается вопрос об эвакуации его жителей. Возможно, даже придется переселять сам оперативный штаб. Была такая информация. Рядом со мной находится пресс-секретарь департамента ПЧС Восточного Казахстана Марина Лескова. Она специально приехала из Усть-Каменогорска, чтобы поддержать коллег в области Абай и оперативно делиться информацией. Марина, так что с пожаром? Отступает он или нет? Судя по тем цифрам, которые вы все видите, действительно огонь снижает, так скажем, обороты. И если вчера еще называли цифру 60 тысяч гектаров, то сейчас мы уже на протяжении всего дня наблюдаем картину, что площадь снизилась до 43 тысяч. Хотелось бы отметить, что по Успенке мы полностью угрозу отбили. Эвакуация не потребуется жителей. И тем не менее спасатели, пожарные, лесники и, соответственно, летчики работают в авральном режиме. Вы видите, что на трех участках продолжается группировка сил и средств. И на данный момент более 1500 человек участвуют. 321 единица техники привлечена. Конечно же, вертолеты. Вертолеты очень помогают в этой ситуации? Очень помогают. Их сейчас на месте происшествия, так скажем, 12. И еще два у нас мониторят всю ситуацию на постоянной основе. В течение всего дня, на протяжении суток, получается, два вертолета следят за ситуацией с неба. Спасибо, Марина. Всего за это время сброшено 2000, больше 2000 тонн воды. Это всего 777 сбросов воды с вертолета. Главное, остановлен и пожар в сторону села Талица. Он вышел на степную территорию и его удалось локализовать. Вера? Анелли, а сколько человек на данный момент уже эвакуированы в регионе? Есть какая-то информация? Да, Вера, по последним данным, говорили о том, что в безопасное место вывезено уже около 1000 человек. Многие из них расположились у родственников, но примерно 150-160 человек сейчас находятся в пунктах эвакуации в семье. И, конечно же, большую поддержку здесь оказывают волонтеры. Больше 80 местных жителей и около 100 человек из семьи Усть-Каменогорска, Астаны ежедневно помогают именно и пожарным, и эвакуированным людям. Только за сегодняшний день они развезли полторы тонны воды, 400 килограммов мяса, больше 600 килограммов овощей и 100 литров масла. Доводить эти продукты тоже помогают местные жители. Руководители крестьянских хозяйств выделили два автомобиля. Вера? Спасибо большое за информацию. Анелли Сенберглина на прямой связи с области Абай, где до сих пор борются с лесными пожарами. Больше 2000 тонн воды за последние пять дней сбросили пожарные на горящий лес. Им уже удалось сократить площадь возгорания до 43 тысяч гектаров, но точных прогнозов, когда огонь будет ликвидирован, пока нет. В каких условиях работают спасатели? Как устроена работа в оперативном штабе? И что говорят специалисты? Эксклюзивные кадры с места происшествия. Материали Рауля Габитова. Работа в оперативном штабе кипит. Времени на передышку, пусть даже кратковременную, нет. Одни пожарные машины уезжают, на смену им приезжают другие. Координирует работу лично министр по чрезвычайным ситуациям. Обстановка с пожаром является сейчас под контролем, стабильная. Но в связи с повышением температуры и порывистым ветром, есть вероятность, что пожар будет разгораться. Но для того, чтобы локализовать это, у нас достаточная группировка создана. Сейчас с огнем борются около полутора тысяч пожарных и военнослужащих. Задействовано 300 единиц спецтехники, 12 вертолетов. И хотя сил и средств достаточно, ликвидировать ЧП сложно. Вспыхивают все новые очаги. Есть в восточном направлении активность пожара, но мы над этим сейчас работаем. Поставлены задачи конкретные для того, чтобы авиационной техникой провести там тушение пожара, а также будет действовать уже группировка сил в пешем порядке. Горит лес островками, местами большими, где-то не совсем. На одном месте спасатели не застаиваются. Выполнив задачу на участке, тут же отправляются на следующий. По правде говоря, ни одна видеокамера не способна передать весь масштаб происшествия. Все вокруг буквально полыхает. Повсюду густые столбы дыма, летают вертолеты, дышать нечем. И тут стоит отдать должное пожарным, которые, несмотря ни на что, борются с огнем круглые сутки. Приходилось раньше на таких крупных пожарах работать? Он молодой, но у него зерно такой пожар. А у вас? Да, тушить. Где до этого тушить приходилось? Приходилось тушить потом горовать, там в лидере. Как вы считаете, сколько времени надо, чтобы потушить такой масштабный пожар? Такой масштабный пожар нельзя сказать в точное время. Потому что природные условия, лес, густой лес. Техника не проезжает, приходится вот так вот потихоньку, потихоньку. Вот уже несколько дней в районе Ветрено. Местами порывы достигают 20 метров в секунду, из-за чего тлеющие очаги пламени разгораются вновь. Обычно ночью лесной пожар стихает из-за того, что атмосферное давление, снижение температуры, нехватка ему кислорода тоже идет. В утро, в 7 часам утра он опять начинает набирать обороты. А еще ветер, да? Плюс, да, направление ветра может меняться. И начинается борьба по новой. Причина возгорания до сих пор не установлена. Ущерб экологии тоже еще не подсчитан. Но он, безусловно, колоссальный. Как и почему пожар приобрел такие большие масштабы, мы спросили у представителей областного Акимата. Очаг пожара возник в труднодоступном месте, в результате чего его размеры, в прогрессии росли ежечасно. То есть 11 километров от лесничества был очаг, труднодоступная местность, вот это барханистые пески, где там не везде даже легковые уазики проходили. Соответственно, из-за этого, пока техника дошла, прошло достаточно большое количество времени. Исполняющий обязанности гендиректора семей Уормана заявляет, спецтехника по пути сломалась. По его словам, на балансе резервата около 70 специализированных авто. Большая часть 80-х-90-х годов выпуска. Лишь 5-6 единиц техники были новые 2014 года. Есть проблемы и со спецодеждой. Новые комплекты лесникам выдают один раз в пять лет. Последнее обмундирование получили без спецобуви. Когда вызывали, у нас сядут где-то около 4-5 машин, они просто не доехали до места тушения. Матерно-техническое обеспечение очень слабое, если так разобрать. В основном пожарные машины у нас старые, старого выпуска. Но в этом году мы планируем на базе Патриота, малый комплекс, планируем взять 14 машин. Потом туда Урала пожарные машины будем брать. Из-за густого дыма от лесного пожара эвакуировали жителей еще двух сел. Сельчане рассказали, что чувствуют себя хорошо. В ЭВК-пунктах их обеспечили питанием и предметами первой необходимости. Здесь они смогут находиться до тех пор, пока ситуация в регионе не улучшится. Рауль Габитов, Асхат Каракойши, Файдос Янтибеков, Хабар-24, область Абай. К расследованию гибели людей при тушении пожара в Абайской области присоединилась специальная правительственная комиссия. Она будет устанавливать причины нарушения требований безопасности и охраны труда. В ее состав вошли в том числе представители Министерства труда и соцзащиты населения, центральных госорганов и Экимата области. Также определяют и объем оказания необходимой соцпомощи семьям погибших. По плану завершить работу должны в течение 10 рабочих дней. Из-за угрозы лесного пожара в области Абай около тысячи людей покинули свои дома. 162 человека сейчас находятся в эвакуационных пунктах. Асиму Тешева с подробностями. Накануне вечером из-за угрозы экстренно были эвакуированы жители еще нескольких сел. Мы находимся в строительном колледже, куда были размещены 79 жителей села Булак. В целом в эвакуационных пунктах семьи находятся 150 человек. У нас вчера хорошо и быстро выэвакуировали. Приехал Аким области. Участковые, МЧСники все были. И сказали, что автобус приедет. Просто чтобы угар не был. Чтобы ночью вдруг разгорится, угар сильно будет. А чтобы жители не скучали в эвакуационных пунктах, для маленьких детей были организованы различные экскурсии. Сейчас автобус отправляется в биологический центр. Так как угроза возникновения пожара еще не снята, поэтому мы предусматриваем увеличение мест. В общем, у нас готовы более 800 мест для эвакуированных людей. Отмечу, в покинутых жителями селах дежурят сотрудники полиции, чтобы не допустить фактов мародерства. Вход в село Булак строго охраняют. Стражи порядка дежурят здесь вечером. Накануне было сильное задымление, жителей пришлось эвакуировать. Даже сейчас вы видите огромные клубы дыма. Лесной пожар по-прежнему угрожает шести населенным пунктам. Это селам Барышовка, Поднебесная, Успенка, Талица, Каштаг и Половинка. В общем, свои дома покинули свыше 900 жителей. Асем Утешево, Берег Жобалайлы, Хабар, 24, область Абай. Бородуликинский район получает гуманитарную помощь. Ее собирают не только госорганы и партийные организации, но и предприниматели, представители дома дружбы и просто неравнодушные жители. Ежедневно помощь оказывают порядка 80 местных волонтеров и более 100 добровольцев из семьи Ось Каменогорска и Астаны. Только за последний день пожарным доставили полторы тонны питьевой воды. Волонтеры бесперебойно обеспечивают спасателей горячим питанием. Сегодня мы плотно работаем со штабом, который там находится. Вот третий день сегодня помогаем. Здесь хотел бы поблагодарить своих предпринимателей, которые тоже отозвались. Мы тоже сейчас заполняем продуктным питанием, матрасы, нужные вещи, которые нас просят. Со штаба им виднее же. Вот мы тоже сегодня собрали, сейчас тоже выезжаем на место. Россияне солидарны с казахстанцами в день общенационального траура в связи с человеческими жертвами в результате пожаров в области Абай. Жители российской столицы и наши соотечественники соболезнуют и несут к зданию посольства Казахстана на чистых прудах цветы и записки со словами поддержки. Приспущен флаг на здание посольства. Люди выражают поддержку пострадавшим. Примейте наши искренние соболезнования от всех жителей, от москвичей, которые здесь проживают. Да, мы всегда переживаем, что такие трагедии случаются в Казахстане. Потому что присоединяемся на все, конечно, трагические события. Это для нас очень печально. И мы всегда надеялись, что люди дойдутся и сделают более положительные результаты. Но, к сожалению, случилась такая трагедия. И мы всем искренне соболезнуем, чтобы больше таких случаев не повторялось. Ну, конечно, это боль относится ко всем. Потому что всегда тяжелые, неприятные вещи очень глубоко соболезны всем, у кого тяжелые утраты и кому сейчас очень тяжело. А ситуация в мире. Крупный пожар уничтожил сотни гектаров леса под Берлином. Огонь, бушевавший почти 12 дней, наконец-то смогли взять под контроль. В операции были задействованы более 100 пожарных с дронами и вертолетами. К счастью, никто не пострадал. Отмечу, во многих регионах страны объявлен высокий риск пожаров. Шелпанна Манбаева с подробностями. Город Ютербок находится в 60 километрах от Берлина. В эти дни он не сходит с первых полос немецких изданий, так как именно здесь, в заповедной зоне, вспыхнул пожар. Взять под контроль его удалось только накануне. Однако пострадало 720 гектаров леса. Пожарные не могли локализовать пожар 12 дней. А все потому, что живописный парк раскинулся на старом военном полигоне. К тому же здесь, во времена Второй мировой войны, шли ожесточенные бои. Эксперты говорят, под землей сохранились снаряды и патроны, которые способны разорваться в любой момент. Именно из-за этого пожарные не могли подобраться ближе. К борьбе со стихией были привлечены более 100 спасателей, а также дроны и вертолеты. Местные жители рассказывают, что стали свидетелями целой спецоперации. Почти две недели бушует этот пожар. Как вертолеты с полными резервуарами воды постоянно курсируют. Пожарные стараются тушить с воздуха, так как приближаться опасно из-за боеприпасов. Поэтому классические методы сейчас невозможно применять. Мы сами слышали взрывы в лесу. Конечно, нам немного страшно, но нас заверяют, что ситуация под контролем. Мы видели, как горит лес. Стоял большой столб дыма. Несколько дней в городе чувствовался запах гари. Все это время здесь было много пожарных. Пожары в нашем регионе случаются часто. Мне кажется, один раз в два года. Из-за военных полигонов пожарные часто не могут долго справиться с огнем. А я добавлю, в регионе Бранденбург сейчас объявлена пятая наивысшая степень угрозы лесных пожаров. Это предупреждение действует в половине округов. Жители настоятельно просят не посещать лесные массивы, так как любая искра может обернуться трагедией. Шелпана Ямабаева, Милослав Лариновский, Германия, Хабар-24. На Гавайях продолжается извержение вулкана. На видео, публикованном агентством Reuters, видны огненные потоки лавы, стекающие по кратеру вулканом. По данным Геологической службы США, на сегодня вулкан все еще остается активным и представляет опасность для человека. При помощи специального оборудования ученые увидели яркое свечение, что говорит об опасности новых извержений. Напомню, вулкан Килуэ проснулся на прошлой неделе. Перед извержением в его окрестностях были зафиксированы подземные толчки и камнепады. Местные власти издали приказ об эвакуации населения, живущего в радиусе 6 километров. На сегодня уровень опасности снизили с красного до оранжевого. Отмечу, что Килуэ – излюбленное место туристов, является одним из самых активных вулканов в мире. На Кубе затопило город Камагуэй. Все выходные в регионе не прекращались дожди. Жители полностью эвакуировали. Один человек погиб. По данным местных СМИ, повреждены около десятки тысяч домов. Несколько строений обрушились из-за разлива рек. Разрушены мосты в сельской местности. В результате чего несколько деревень оказались отрезанными от города. В Кубинском институте метеорологии сообщили, что дождь и буря возможны и на этой неделе. Евросоюз выделит Тунису 900 миллионов евро на борьбу с нелегальной миграцией и поддержку экономики. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсуру фундерлейн в ходе официального визита в африканскую страну. Интересно, что инициатива прозвучала после заявления президента Туниса Каиса Саида о нежелании охранять границы ЕС. Каис обвинил европейских лидеров в лицемерии и пренебрежительном отношении к странам Северной Африки. По его словам, развитые страны обязаны принять ответственность за беженцев. Официальная Брюссель, в свою очередь, заявила намерение помочь Тунису преодолеть финансовый кризис, который играет немалую роль в миграционной политике страны. Первая и главная опора является экономическое развитие. Поэтому мы будем поддерживать Тунис для укрепления его экономики. Как только будет разработано соглашение, мы выделим 900 миллионов евро для этой цели. В качестве оперативных мер мы прямо сейчас можем предоставить дополнительно до 150 миллионов евро на поддержку бюджета. Лесные хозяйства Акмолинской области перешли на усиленный режим. контроля за природными территориями в связи с высоким классом пожарной опасности. Разработан комплексный план по борьбе с пожарами. В лесных хозяйствах установили наблюдательные вышки. В крупных лесхозах оборудовали пожарные станции. Вокруг зеленых насаждений проложили более 800 километров минерализованных полос. А на территории нацпарка Бурабай заработали 13 станций видеонаблюдения. Благодаря таким новым технологиям значительно уменьшились площади возгорания, говорят спасатели. С начала года в регионе произошло свыше 30 лесных пожаров. Огонь уничтожил 45 гектаров зеленых насаждений. По словам специалистов, причинами возгорания стали сильная жара, порывистый ветер, грозовые разряды и неосторожное общение, обращение с огнем. По всем этим случаям проводят служебные расследования. За ненадлежащую подготовку к пожароопасному сезону в регионе оштрафовали 6 должностных лиц. Также имеются летательные аппараты на территории национальных парков ГНПП Кокштау и Бурабай для выявления нарушений правил пожарной безопасности. Также на территории Акмолинской области в течение пожароопасности сезона большая часть земель лесного фонда охвачена авиапатрулированием. На территории области действуют три авиационных отделения, которые также осуществляют очень большую помощь в обнаружении лесных пожаров. Сотрудники Талдыкурганского лесного хозяйства ввели запрет на вход в зону лесопосадок. Такое решение пришлось принять после сильного пожара в соседней области Абай. Сегодня лесники минутой молчания почтили память погибших в борьбе с огнем. Введение местного лесного хозяйства 185 тысяч гектаров земли. Сейчас там трудятся около 100 работников. В связи с трагедией в соседнем регионе все сотрудники учреждения работают в усиленном режиме. Очень тяжелая ситуация. Мы приносим глубокие соболезнования семьям погибших в резервате семьи Ормане. Мы перешли на усиленный режим работы. Наши сотрудники вышли на круглосуточное дежурство, поставили посты. Запрещаем заходить людям на территорию леса. Смягчить последствия глобального изменения климата пытаются власти Объединенных Арабских Эмиратов. Для этого они высаживают тропические мангровые леса на прибрежных зонах королевства. Эти леса представляют собой сложную экосистему, где могут жить находящиеся под угрозой исчезновения видов животных. Кроме того, они надежно защищают прибрежные сообщества от штормов и наводнений, а также от парниковых газов. Отмечу, что в Объединенных Арабских Эмиратах мангровые деревья усаживают в 70-е годы XX века. До 2030 года здесь высадят еще порядка 100 миллионов деревьев, которые, по данным Министерства климата страны, будут улавливать до 43 тысяч тонн углекислого газа ежегодно. Ученые объявили о начале Эль-Ниньо. Это естественное природное явление, которое сопровождается повышением температуры на поверхности воды в океане. По мнению климатологов, Эль-Ниньо может привести к тому, что 2024 год станет самым жарким в истории. Подробнее о нынешних и грядущих климатических вызовах расскажет Даурина Сагулов. Масштабные пожары и наводнения по всему миру, аномальные температуры, новая реальность планеты, большинство жителей которой не считают изменения климата реальной проблемой. А тем временем главы многих стран и тысячи ученых спешат подготовиться к экстремальным погодным условиям уже в конце этого года. И многие катаклизмы принесет с собой именно Эль-Ниньо. Я думаю, что 2024 это год, когда глобальные температуры могут побить все прошлые рекорды и стать самым жарким в истории. Это, конечно, как и все в научных прогнозах, не стопроцентная гарантия. Но большинство самых жарких периодов в истории произошло из-за влияния Эль-Ниньо. Оно дает дополнительный толчок к изменениям климата поверх деятельности человека. Когда Эль-Ниньо в самом разгаре, на юге США наблюдается более прохладная влажная погода. В Тихом океане усиливаются тропические циклоны. В ближайший год климатологи ожидают в Австралии засуху и лесные пожары. В некоторых частях Центральной и Южной Америки возможны сильные дожди. Согласно последнему исследованию в журнале Science, Эль-Ниньо в этом году может привести к глобальным экономическим потерям в размере трех триллионов долларов США. Понятно, что от некоторых последствий климатического кризиса будет больше ущерба, чем от войн. И с этим нам придется справляться совместно. Было много разговоров, но мы все еще не концентрируемся на использовании возобновляемых источников энергии, чтобы отказаться от неустанного сжигания угля и ископаемого топлива. Мы должны начать реальную борьбу с изменением климата. Лесные пожары в Канаде уже нанесли многомиллионный ущерб экономике страны. От дыма задыхается и сосед Канады, США. Мир замер в ожидании Эль-Ниньо и не забыл, чем он отплатил во время его прихода в 1997 году. Тогда климатический кризис обошелся миру в 5 триллионов долларов. А из-за вызванных этим явлением штормов и наводнений погибли 23 тысячи человек. Даурей Насагулов, Хабар, 24. В Чили стали использовать коз для борьбы с лесными пожарами. Стадо – часть специальной рабочей группы. Пламя животные, конечно, потушить не смогут, но зато могут уменьшить объем работы спасателям. Они поедают сухую траву, которая может легко загореться в случае пожара. Проект стартовал еще 6 лет назад. С тех пор стадо выросло в 10 раз. Аналогичный превентивный метод также используют в Португалии и Испании. Мы нашли этот метод, который является экологичной альтернативой использованию гербицидов, сжиганию и обрезке деревьев. Козы в основном поедают низ. Это предотвращает распространение огня на верхушке деревьев. Плюс, поскольку лес чистый, доступ к нему для пожарных намного проще. Пока это все новости. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok